Когда ребенок лежит на животе, он на что опирается? Это локтевой сустав у нас при моем художестве. Еще на что? Не, не можно ладошки. На локте. Лежит на животе, он не опирается на них. Он удерживает уже плечи. На чем он стоит? На кровати, на полу. Вот на локте опирается, когда лежит на животе, а еще? А когда стоит на четвереньках? Колени и кисти. Видите? Он же вот так стоит. Локоть вот здесь. Это вот такая линия. А когда встает на ноги, а когда лежит на спине, это плечевой сустав и таз. Вот вам схема, где нужно делать массаж по топике, когда вы обучаете тому или иному навыку. И она вот так расширяется с возрастом. Вот такими трапециями. Есть точки опоры, которые ребенок использует в определенном уровне своего развития. Вот такую картинку нарисуйте себе дома. Может кто-то из вас лучше художник, чем я. Сделайте ее красиво. Вот. Я одно время вот этого икейского так раскладывал, фотографировал. Потом клеил и получалось красиво. Деревянного человечка. В принципе, вот так вот мы и развиваемся. И вот так вот нужно делать массаж. Если лежит на спине, то понятно, что массаж это тело, плечевой сустав и больше он нигде не нужен. Если это на четвереньках, то понятно, что это идет уже вся рука, бедро расширяется. Лежа на животе, это уже акцентировано таз с левой и правой стороной и рука. Вот, собственно говоря, где нужно делать массаж в той или иной момент развития ребенка. Теперь есть еще одно правило, которое вам нужно очень четко запомнить. Как делать массаж. Для того, чтобы перейти массаж, гимнастику, вообще чего добиваться от ребенка. Для того, чтобы перейти в новое качество, ребенок должен уметь удерживать положение не больше, чем на трех точках опоры. Если больше, то он не готов перейти в новое качество. Самый показательный пример, это стой на четвереньках. Когда ребенок ползет, какие у него точки опоры, на что он опирается? Давайте я сейчас нарисую так. Вот стоит на четвереньках. Убирается одна рука, одна нога. Не, лучше ноги вот здесь, а здесь руки. Вот две точки опоры, а третья какая? Опора, на что я опираюсь? А есть смелые среди вас? Люди, которые могут вот сюда выйти? Ничего не нужно будет страшного делать. Никто не хочет выйти? Не, я трогать не буду руками вообще. Я без разрешения это не делаю. Не, не надо вставать, значит, встаньте на ноги, встаньте сюда и вот туда вот смотрите. Пройдите прямо вот туда, ровненько. А теперь развернитесь и закройте глаза и пройдите так же ровненько. Получилось так же ровненько? Третья точка опоры это зрительная. И это реально точка опоры. Которая мало того, что удерживает нас в пространстве, да, и помогает удерживать и вертикальное положение, и вообще положение в пространстве, еще является и мотиватором. Если ребенку нужно больше точек опоры или вот этой точки опоры нет, то тогда это возникает движение ради движения. Я таких детей видел, которые летают, и точка фиксации зрительная далеко, ребенок что-то увидел интересное, ползет, и потом приближаясь теряет из внимания игрушку. И начинается вот такое. Он просто ползает и никогда не доходит до того предмета, который хочет, не получает. Пока ему его не возьмут и не всунут в руки. Поэтому вот это нужно очень четко, это про ум. И когда я вам говорю, что нужно увидеть, нужно зафиксировать взгляд и потянуться, чтобы перевернуться спины на живот. И то же самое с ползанием. Вот если ребенку нужна еще точка опоры, вот эта вот осталась, может ребенок поползти? Две руки и одна нога, и он только так стоит. Или наоборот, две ноги и может освободить только одну руку. Может ребенок в таком ситуации поползти? Ну вообще перемещаться как-то может? Будет это выглядеть приблизительно так. Руку переставил, вторую переставил, две ноги подтянул. Переставил, переставил, две ноги подтянул. И понятно, что с точки зрения специалиста я буду смотреть, что у него не получается делать. Ротации нет, да, и тогда буду это через массажный прием и через гимнастику делать. У вас цель, вы говорите, хочу, чтобы пополз. Я пришел, посмотрел. Не работает. Пополз. Вот неделю назад у меня был семинар. На этом семинаре там было две группы, по 15 человек. Ну знаешь, где-то детей там было, не все с детьми пришли. Но в общей сложности человек 20 детей пришло. Вот 4 человека из них не умели переворачиваться, ушли с семинара. Крутится. Только потому, что я очень четко определил, чего у них не хватает. Такие уже прям готовые, они уже на старте были. Но не надо все соединить в голове, чтобы сделать. Находишь конкретно, что у ребенка не получается, обучаешь ему это действие, он дальше сам замыкает и переворачивается. Это очень просто. Но для этого нужно определить, чего не хватает. С точки зрения того, что сами механизмы воздействия, если ты понял, в чем причина, это вообще может выполнить любой человек. Это может выполнить даже ребенок. Поэтому, когда я работаю с семьей, я прихожу и говорю, вот так поделайте два дня, и все будет хорошо. Вот только за прошлую неделю, вот я так один раз приезжал, делал, только за прошлую неделю, наверное, человек 5-6 написали, перевернулось. Я уехал, вот они выполняли упражнение, которое я давал. Вот сюда игрушку положил, вот сюда игрушку положил, вот здесь подержи. И все это получается. Я вам сейчас несколько вещей расскажу, которые вы сможете отслеживать сами. Три точки опоры нужно опять правило вам запомнить. А в ходьбе какие три точки опоры? Я иду, у меня одна нога, вторая зрительная, третья. Опоры – это то, на чем я стою. Это все я удерживаю. Это мое умение удерживать себя в пространстве. Но тогда я не свободен, я тогда завишу от опоры. А я свободен, куда хочу, туда и иду. Мне не важно, есть стены рядом или это поле, степь кругом. Вот когда ребенок пополз, с точки зрения психического развития. Помните, как ваши дети научались ползать? Ползали только туда, куда видят. Увидели что-нибудь? Поползли. Нет, это нормально, потому что сначала руки. Это хочу туда, но получается туда. И это вызывает бешенство. Это потому, что как раз руки уже в хорошей опоре, а колени еще не встали в опору. Получается, что нужно раскачаться. Третья точка опоры, которая формируется в момент ползания – это умозрительная точка опоры. Это прям такая простервозность, про настоящих детей. Они, когда начинают ползать, они вдруг понимают, что не только то, что они видят доступно для них, они запоминают, что в другой комнате, что в шкафчике у мамы. И дальше он так… А пойду-ка я разберу на кухне шкафчик с гречкой, а потом мама будет бегать с пылесосом. И он уже удерживает образ, и формируется этот навык, когда ребенок попов. Поэтому игры такие, ну попробуйте, когда ваши дети только начнут ползать. Вот он ползет к вам, а у вас вот здесь дверной проем. Сделайте вот так. И вы почувствуете, что он остановился. Потом выйдете, он опять к вам. Дык-дык-дык-дык-дык. Потом опять так делаете, он опять остановился. Потом так ногу оставляете. Он говорит, а-а-а! Тук-тук-тук-тук-тук. А потом, вы ушли, он понимает, не, никуда не делась, не пропала, не на луну улетела так, чшик, вот она. И вот это уже удержание образа. Вот такие простые игры в условные прядки, когда вы просто уходите из прямого зрительного контакта, вы развиваете ребенку мозг. Это не про массаж, но это про развитие. И, в общем, для меня вот эта ситуация массаж можно где-то подмассировать, но, в принципе, это вот такое общение с ребенком через гимнастику, через массаж, через интерес, через мотивацию для того, чтобы он стартанул. Вот теперь давайте уже прям совсем конкретики.